Ткань, краски и нитки – все, что требуется для создания этих произведений искусства. В парламентском центре областной думы прошла выставка «Гобелена и батика». Философию в картинах увидела наш специальный корреспондент Светлана Бородич. Они собрались, увидели эскизы и уже через пару минут о включенной камере почти забыли. Как сделать из чего, какого цвета, какой фактуры. В общем, увлеклись разговором, нам не во всем даже понятным. Да и зачем? Вы посмотрите сюда, оцените итоги. Эта выставка проходит сейчас в парламентском центре областной думы. Взгляните, какие сочетания и как все это вместе и красиво, и просто, и сложно, и современно, и вне времени. Потому что философично их научили думать и научили рассказывать нам о себе, эпохе, мире, солнце и воде, людях и цветах, жизни, ее ритмах, ее многослойной смысловой насыщенности, отражение в отражении, лицо в лице, портрет в портрете. А ведь все это всего-навсего ткань, краски и нитки, гобелены и батики, вчерашние студенты и бессонные ночи. Почувствовать линию, цвет, как-то вот садишься и делаешь, я не знаю, как объяснить. Обычно это происходит ночью, садишься и рисуешь. Всего несколько лет назад на кафедре культурологии СГТУ появилось экспериментальное отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Чисто гуманитарный эксперимент в стенах технического вуза. Посмотрите, оказался более чем удачным. В дипломах у авторов этих работ значится художник-мастер. Всего мастеров уже почти полсотни. Среди них лауреаты самых престижных фестивалей и конкурсов, президентские стипендиаты и члены Союза художников. Когда мы присылаем свои работы в Москву, в Санкт-Петербург, нас выделяют, нас уже знают. Многие, как мы, этим просто любуются. Некоторые их не так уж и мало. Хотели бы что-то подобное иметь. Но, наверное, еще больше тех, для кого такая выставка-открытие в Саратове, оказывается, не просто сумели продолжить гобелиновскую традицию, сохранить умение расписывать ткань, но и учат этому профессионально, готовя настоящих мастеров. И, как выясняется, они очень даже востребованы. Все хотят эксклюзива. Ручного, настоящего, теплого чего-то и непохожего на то, что есть у соседа. В общем, сами они считают, все дело в тепле рук, тепле души. Конечно, правы. Это никогда из моды не выйдет. Светлана Бородич, Олег Захаровский, Александр Шевченко, Алла Хрунова, Вести, Саратов.